У новичков день расписан по минутам. Традиционный утренний подъем в 6.30, зарядка, завтрак и занятия. Обязательный пункт учебной программы – ходьба с троевым шагом, боевая и таксическая подготовка, спортивные тренировки и так до отбоя. Строгий распорядок дня дисциплинирует новое пополнение. Многие из бойцов в зеленых беретах в пограничной части только первые сутки. С нехитрым бытом военных знакомятся постепенно. Их обучают солдатскому быту недавние по армейским меркам новички. Сержанты, как старшие товарищи, командуют взводом и дежурят по части. Интересная служба будет, полезная, так сказать. Увижу много новых мест, защищу границы нашей Родины. Ну и сам старался попасть. Престижные войска. Вместо того, чтобы сидеть где-то непонятно где, лучше на свежем воздухе защищать границы. Не скучать по дому. А остальное – это хорошая компания своих, так сказать, товарищей, друзей. Служба пройдет легко. А курсант из Минска Владислав Буховский о лычках сержанта пока только грезит. Солдатскую форму примерил буквально несколько часов назад. На интервью попал чуть ли не с утреннего поезда. Пограничные войска – его осознанный выбор. Это единственное боевое подразделение страны, элита белорусской армии, куда он стремился на службу. То, что армия – это полезная вещь, что здесь все делается дружно и быстро. И очень мужественно здесь. Удивился просто. Непривычно просто было. Как бы уже привык. Так нормально. 170 новобранцев встанут в строй защитников Отечества по результатам минувшей призывной кампании. Их призвали в Пинский пограничный отряд. В этом году, например, воинской части есть особенности подготовки и обучения. Здесь имеется своя выгода. Это позволит направлять на границы уже подготовленных специалистов. Причем не всегда для подразделений границы страны, а для воинской части. Возможности в учебном центре для этого есть. Наши сотрудники Пинского пограничного отряда в течение нескольких месяцев сами же отбирали военнослужащих для себя. Так как уже несколько раз у нас такое нововведение, что мы готовим специалистов для себя, для своего Пинского пограничного отряда. Такое решение было принято на уровне главы нашего госпогранкомитета. Ну, я считаю, что это, наверное, правильно, когда сам командир подразделения приехал, пообщался в военкомате с человеком. И потом же в течение полутора года, либо одного года будет с ним служить, воспитывать и делать настоящих пограничников. Но до этого солдатам еще предстоит получить оружие и принять военную присягу. Сейчас в отряде готовятся к этим важным ритуалам. Но череда организационных мероприятий была бы неполной, без общего знакомства с командованием части. Накануне торжественных мероприятий командир пограничного отряда встретился с молодым пополнением.